Привет, привет, мои дорогие! Сегодня началось утро, у меня ощущение такое, что у меня собирается выскочить герпес. Я, значит, взяла свой аппарат, Дарсонваль. Я его недавно купила, и в покупках я его, по-моему, не показала, его забыла показать. Купила такой вот аппарат, потому что у Ромы сейчас болит рука, и изначально я уже давно о нем говорила, что я хочу себе его купить. Здесь несколько стандартных насадок, он лечит там, я не знаю, все на свете. Вот это вот для волос насадка, чтобы хорошо волосы росли. У меня вот тут ощущение такое, что у меня собираются вылезти герпес. Я как-то, когда у меня вылез, я ходила к косметологу, и она мне вот так вот прижигала, и очень быстро прошло. Беременным, на самом деле, противопоказано, нельзя беременным делать. Но я не хочу ходить вот с такой вот блямбой, с этим герпесом. Мне кажется, это тоже будет ничего хорошего. Вот здесь вот у меня вот скачил прыщик внутренний. Вот как я говорю, что мне, если не подходит аналка, у меня начинаются такие проблемы. Вот это у меня от буржуа, вот эта фишка. Я вот сейчас сделаю такой массаж. Это на самом деле такое легкое покалывание, очень даже приятно. Оно убирает морщины, даже разглаживает морщины. И у него здесь идет, знаете, можно больше сделать, можно меньше сделать. Это не реклама, это я вам советую просто от себя. Много слышала я об этой вещи, очень много. Многие говорят, что это классная штука, но от блогеров вы не увидите это видео, потому что это невыгодно. Вы раз ее купите, да, а крема, надо же крема продавать, поэтому... Опа, у нас тоже лежит, лечит, рук сует. Да, Лид? Я хочу ему спину сейчас сделать, болит спина. Доченька на помазочке. Лид, не надо там трогать, доченька. Лида. У меня тут кофе утреннее мое. Ну, Рома себе сильно делать, я так не могу, как он себя... Он накручивает себе прям сильно. Что наткручивает? Ну, ток вот этот вот. Силу тока. Да я еще не на все смотрю. Давай, там на спину надо даже лучше вообще накрутить, не на все. Так ты это, Майк, ты снимать будешь? Или как? На камеру, что ли? Ну, давай без камеры, сейчас отключу. Ромка разобрал все эти ящики. Наконец-то здесь такой порядочек уже смотрится. И вот этот замок на двери сломали зимой. Я даже не знаю, как он открывал эту дверь. Я говорю, Рома, это что такое? Он говорит, это антикарабин. Я говорю, то есть, что такое антикарабин? Он говорит, это чтобы они туда не заходили. Вентиляторы, что ли, шумит так. Потом меня спрашивают, сколько у вас щенки. Вот эту девочку мы себе хотим оставить. Вот там, гляньте. Все по-взрослому. Это вот у нас, которые остались щенки. Мы уже должны их забрать в этом месяце. Да, скажи? А вот эту девицу мы себе хотим оставить. Еф, ты что? Думаешь, твоя или не твоя? Признавать или не признавать? Здесь такая жара. Вообще, коровы не заходят. Даже в стайку. Не хотят заходить. Еф, что, твоя? Нет? А что, может, вычесать ее или что? Ну, надо, да, вычесать. Что платишь? А то кого у них, ребят, 30-ка? Жарко и сиро. Она, видишь, выцвела? Да завтра, может, уже будет 9. Будет тебе 30-ка. Тут 30-ка недолго. Ну, имени даже мы еще не придумали. Капец. Да, кстати, да. Бессовестные. Еф, как назовем его? Ну, Рома предлагала Радой назвать. Я говорю, ну, тебе легко говорить Рада, а мне вот что-то как-то не очень легко говорить Рада. Да, она еще другая придумала. Срочно причем. Как-то еще, сколько уж времени живет уж. Четвертый месяц. Мы уже, наверное, больше трех как решили, что она у нас останется. А им так и не придумали. Да, имя так и не придумали. Ева, хоть бы ты уже придумала. Ну, Ева более яркий, да, цвет такой? Ну, конечно, конечно. Ну, ты видела, она даже, мне кажется, Ева же потемнела чуть-чуть. То есть совсем потемнела. Даже на вот рыжий цвет. У тебя потемнел такой папа. Нет? Как ты думаешь? Да, рыжая потемнела, ага, поярчество. Потемнела же, что стало ее. Вся в папу. Вся в папу ты ел. Папа тоже, он что-то потемнел. Дочка, ты можешь? Нет, говорит, я сразу вижу, говорит, какая собака такой хозяин. А я вот от многих слышала. Она говорит, собака все равно хозяин своего похожа. Ну, тут уж точно не ошибешься. Ну, сразу видно, что даже... Ев, тебе сразу видно. Чуть-чутьки до сих пор не подтянулись. Да? Да, еще висят, болтаются еще. Ев. А ты говорила, два месяца. Два месяца, это, угу. Что-то, да. Ну, а сколько у нас? Она месть, наверное, не кормит. Больше, думаешь? Больше, больше. Почему? Больше не кормит. Сейчас думаем, как вот здесь вот сделать перегородку, чтобы коровы сюда не ходили. Как-то сильно воротить, а... Ай, что-то делать такое серьезное. Наверное, и денег, и времени нет, наверное, будет правильно так сказать. Чтобы что-то здесь прям культурное сделать. Ну, хотя у тебя же эти листы железа есть. Ну, Оксаночка, ну, было бы, ну что... Не хочешь делать? А что ты сделаешь? Уже нормальный вид будет, если вы сюда железом сделать, каракасом круглой. Да, знаешь, там же есть еще какая-то калитка и воротины. Надо посмотреть, какой длиной. Слеза такая. Посмотри. В общем, это все равно не судье уже думать. Сейчас уже... Ну, понятно. Сейчас уже надо про управляться. Сегодня я хочу попробовать вот эти вот туфли одеть. Я их заказывал с Алиэкспресс за что-то очень бюджетные деньги. Но, на удивление, они пришли полностью прошитые. Видите? Такие вот они на такой палеточке. Не знаю, как это правильно сказать. Не палеточка, а подошва. На удивление, пришли они достаточно качественные. Представьте, прошитые. Посмотрим, как на долгое хватит. У них хочу их первый день одеть. Удобные будут или нет, тоже не знаю. Ну-ка. И мы попробуем вас напялить. Ну, на ноге они вообще круто. Ощущение такое мягкое-мягкое. Знаете, где? Возле пальцев. Вообще комфорт. Такое там как-то все такое приятное. Попрошу вам, чтобы он показал, как со стороны они смотрятся. В целом, мне кажется, неплохо. Они так смотрятся, как... Когда на них смотришь, как бабушка в ковске. Так вроде нормально. Ну, и самое главное надо было, чтобы удобно было. Анютка попросила, чтобы она показала, как со стороны смотрятся. Мне кажется, неплохо. Я у Анютки спросила, что они как бабушка в ковске. Он говорит, нет, нормально будет. Да, Лида? Ну, удобно они при китайских. Да? Ну, с Лидой гуляем. Катаемся, да, Лида? Катаемся? Доченька, катаемся с тобой? Ты как быстро распустились деревья. Видела бы? Да. Вот только ничего не было. Вчера еще снимала. Такие мини-мини были. Сегодня уже сантиметр. Кошка вышла, доченька. Вышла кошка. Папа долго одевается, доченька. Пожай, когда я эту ковлазку поснимаю. Колбасень развалилась, да? Ты колбаса развалившаяся? А? Лида. Вон, поражела. Светлый-светлый волос был. Я говорю, блондинка. Что-то уже из тебя есть блондинки. Вообще плохая блондинка с тебя. Все, уже рыжий волос. А, Лид? Поражела ты, что ли, доченька? Ай, караул. Вон, смотри, собачка какая. Таня уткин телефон взяла? Такие забавнюхи две. Лежит кайфушей. Смотри. Угу. Так, домой. Ну-ка, нельзя выходить на улицу. Сейчас в вольер пройдешь назад. Домой. Пусть ты какая. Не слушается. Да не знаю, как. Живет без имени. Я ему только сегодня с вами разговариваю. Без имени живет собака. Показала видео, как я делаю квас. И девочки, подписчицы, мне написали, что предложили купить сухой квас. И перемешать его с моими крошками. Мол, так будет гораздо вкуснее. Что-то вкуснее. Ммм, пахнет правда вкусно. Все у меня не поместилось. Поэтому у меня на кухне, знаете, всегда зажимчики вот такие вот так удобно. Я их зажала. И все. Все окей. Сегодня купили яблоки, лук и полный пакет был черешни. Полный был пакет, представляете? Полный. Все. Ну и подъели. Сейчас хочу очистить я на кастрюле. Я сначала, знаете, начала чистить. Потом думаю, дай-ка я покажу вам. Вдруг это тоже кому-то будет полезно. Чищу я обычной содой. Не знаю, будет видно, не будет видно. Вот видите. Вот эта половина почистила соды. Вот эту еще не чистила. Видите результат? Я вот хочу почистить. Потому что так вроде глазу сильно незаметно. Начала снимать видео и как ахнула. Думаю, ничего себе. Я мягко говоря. Подзасралась. Сейчас почищу кастрюльки соды. Обычная пищевая сода. Я еще, знаете, что хорошо чищу эти... Даже... Также соды очень хорошо чистить крышку от духовки. Порой, девчонки, вы не пишите, да, в чайник почистить шуманитом. Не знаю, мне кажется, это неправильно. Сейчас, если сода не очистится, то она будет быть что-нибудь посильнее. Все-таки думала, что полученную соду очистить. Не нравится мне этот результат. Сейчас ее намажу срезом с кисточкой. Особенно вот эти вот места, которые возле ручек. Там, где скампливается жир. Вот эти вот места, все-таки я их намажу. Надо было деть перчатки. Я не одела. Сейчас одену перчатки. Что-то мне не нравится идея со средством с кисточкой. Потому что она очень сильная. Я сейчас мазала вот этим средством. Средством с кисточкой. Оно достаточно дорогое. Здесь все пол-литра. Но стоимость у него дорогая. Есть вот такое вот средство. Если вам оно попадется, оно в разы лучше. И, наверное, раза в четыре, раз дешевле. Оно погуще. Мне очень жаль, что я его сейчас не могу купить. У нас в ноябрьске оптовиков нету с этой фирмы. Не возят у нас эту фирму. Мне, конечно, жалко. Но, видите, она не такая. Не так текет, как Амвей. И, не знаю, она мне нравится. И стоит. Что-то 160 рублей, что ли. Такой бутыль. Литровый. Так что не могу найти. Купить его, к сожалению. Постоять сейчас. Почиститься. Я сейчас соды мазала. Может, пока что и не намазывать. Пускай будет. Лишним не будет. Тут у меня баночка, которая мы... Масло у меня в ней налито. Тоже мне что-то не нравится внешний вид. Не то, что не сказать, что прям она грязная, но какой-то не очень чистый вид. Тоже я намажу. Очень красиво получилось. Клешечку намажу, чтобы она не все была чиста. Клешечку. Клешечку. Субтитры подогнал «Симон»